Ассаламу алейкум и рахматуллахи в баракатух. Альхамдуллахи Руббалаламин. Продолжая наше путешествие, сегодня мы изучим жизнь еще одной строительницы нашей нации. На этот раз это Маймуна. Маймуна бинт Аль-Харис. Уникальная женщина, чья уникальность состоит и в ее особенном замужестве. Она родилась и выросла в Мекке, в знатной семье. Интересно, что ее настоящее имя не Маймуна. Ее звали Барра. Но когда пророк, алейхиссаляту вассалям, женился на ней, он поменял ее имя на Маймуна, что означает «благословение» или «благословенная женщина», или «женщина, приносящая благословение и благо. Дай Аллах и нам всем стать такими». Ее семья тоже очень особенна. Ее родная сестра Любна была второй по счету женщиной, принявшей ислам. А ее сводная сестра, Зайнаб бинт Хузайма, да будет доволен ею Аллах, была одной из жен посланника, алейхиссаляту вассалям. Она приходила с тетей Халиду ибн Валиду и Абдуллаху ибн Аббасу, две знаковые личности мусульман, да будет доволен Аллах ими обоими. Она приняла ислам еще до переселения и оставалась в Мекке, пока не переехала в Медину через три года после их женитьбы с пророком, алейхиссаляту вассалям. Ее уделяли четыре основные черты характера. И пусть Аллах наделит ими нас всех. Во-первых, она запомнилась как богобоязненная женщина. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорил, что она является символом блага. За что же ее муж так высоко отозвался о ней? Во-вторых, она была очень доброжелательной к родным. Мы видим, как это проявляется в хадисах и повествованиях пророка, алейхиссаляту вассалям, которые она передала. В ее цепочке передач обычно встречается один из ее родственников. Она была инициативной. Как это понять? Она сама хотела выйти замуж за пророка, алейхиссаляту вассалям. Существует три варианта развития событий. В первом она отправила своего родственника, мужа своей сестры, чтобы передать предложение посланнику, алейхиссаляту вассалям. В другом предании говорится, что она сама сделала предложение пророку, алейхиссаляту вассалям, лично, будучи в его караване. Согласно третьему, она попросила свою родственницу обратиться к пророку, алейхиссаляту вассалям, с предложением от нее. Она сама мечтала стать одной из матерей правоверных. А кто не мечтал бы? Как мы уже говорили в одной из наших серий, сура «Аляхзаб», глава полчища в Коране, освещает множество случаев, связанных с пророком, алейхиссаляту вассалям, в домашнем кругу, в окружении семьи. Она сама сделала предложение пророку, алейхиссаляту вассалям, поскольку она сама хотела стать одной из матерей правоверных. В одном аяте, в аяте под номером 50, в котором Аллах, субханаху ва та'аля, дает описание, или сообщает посланнику, на какой женщине ему можно, а на какой нельзя жениться. Одной из них была женщина, сделавшая предложение посланнику. Ученые утверждают, что ей была маймуна. Четвертое качество является одним из ее наследий. Она была, да и сейчас считается, одним из авторитетов в области фикха. Многие из речения пророка, алейхиссаляту вассалям, связанные с правилом фикха, то есть с правилами поведения в исламе, на самом деле были приведены маймуной, да будет доволен ею Аллах. Например, правила совершения полного омовения в исламе, гусль, были описаны ею. Она рассказывала, как она подготавливала воду для пророка, алейхиссаляту вассалям, и описывала с точностью до подробностей все его действия. Она приводила не просто минимальные требования для совершения омовения, а всю сунну, то есть как именно он совершал его. Еще один интересный момент, и все мы знаем о превосходстве мечетей, особенно мечети пророка, алейхиссаляту вассалям. И следующий хадис был приведен ею. В Медине жила одна женщина, пообещавшая, что если Аллах исцелит ее от болезней, то она отправится совершить молитву в мечети Алякса в Иерусалиме. Аллах, субханаху ва та'аля, исцелил ее, и она рассказала об этом маймуне, на что маймуна ответила, не надо ехать, оставайся дома и питайся тем, что сама готовишь. И лучше молись в мечети пророка, потому что я слышала, как он сказал, молитва в моей мечети тысячу раз лучше молитвы в любой другой мечети, за исключением мечети в Мекке. И третий момент, тоже очень интересный. Она описывается очень заботливой в отношениях с детьми. Как-то она была рядом с пророком, алейхиссаляту вассалям, Халидом ибн Уалидом, да будет доволен им Аллах, и Аль-Фадлин, своим зятем. И они угостили посланника едой, блюдом из мяса. И пророк уже собирался отведать кусок мяса, как она предупредила его. Это мясо варана. И тогда пророк, алейхиссаляту вассалям, положил его обратно и сказал, я не ем такое мясо. Если вам нравится, ешьте. Это говорит нам о том, что иногда, если пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит, я не ем, или я делаю иначе, то это его сугубо личное предпочтение. И не является правилом фикха, что это нельзя есть. Фадль и Халид ибн Уалид поели это мясо, а она не стала. Но обратите внимание на ее слова. Я не буду есть то, что не ест мой муж. Посланник, алейхиссаляту вассалям, какое внимание. В одном из преданий, которое тоже передала она, как урок для нас, мусульман, приводится важное правило хаджа, что в день Арафа посланник, алейхиссаляту вассалям, стоял на горе Арафа и собравшиеся, хотели уточнить, постится он или нет. А мы знаем, какими высокими нравами обладались подвижники, как глубоко они уважали и почитали пророка, алейхиссаляту вассалям. Они не задавали ему прямых вопросов, но им хотелось узнать, поститься им или нет. И как же она поступила? Она принесла ему молока, и он выпил его. Тогда всем стало понятно, что паломникам в день Арафа поститься не следует. Опять же, все благодаря ее фикху, этикету и заботе о своем муже. Она скончалась в 61-м году по хиджре. Примечательно, что похоронена она была не на кладбище Аль-Ба-Ки. Ее похоронили в Сарафе, на окраине Микки. Очень важно всегда помнить и задаваться вопросом, что люди запомнят о нас после нашей смерти. Послушайте, что Аиша да будет доволен ею Аллах, и это жены одного мужчины, сказала о ней после ее смерти. Аиша посмотрела и сказала, маймуны больше нет. Клянусь Аллахом, она была самой богобоязненной из нас. Она была самой заботливой к своим родным. Говоря, что она была самой богобоязненной, Аиша, да будет доволен ею Аллах, подчеркивала для себя, что маймуны больше нет. Теперь поступай, как пожелаешь, о Аиша. Она была самой богобоязненной перед Аллахом. А теперь представьте себе, Аиша, да будет доволен ею Аллах, что бы она ни делала, все вызывало довольство Аллаха. И все же, маймуна, да будет доволен ею Аллах, была женщиной, на которую она равнялась на случай, если можно было быть еще лучше. На ее похоронах присутствовали родные Абдуллах ибн Аббас Перо, самый главный знаток ислама. Он участвовал в ее похоронной процессии на окраине Мекки. Да благословит ее Аллах, да позволит Аллах, субханаху ва тааля, нам всем следовать по ее стопам и стать строительницами нации. Абдуллах 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 Продолжение следует...